Привет, мой дружочек! Ну что ж, мы продолжаем говорить про новости из мира видеоигр, так что присаживайся поудобнее. Да-да, вот так вот. А мы начинаем! Это программа про игры. Поехали! Коронавирус снова наносит удар по индустрии видеоигр. Если на прошлой неделе под горячую руку попали проекты, то на этой неделе влетела компания Ubisoft. Компания отложила выпуск Far Cry 6. Теперь игра выйдет не раньше апреля следующего года. Основной причиной переноса называют трудности в дистанционном производстве. Far Cry является одной из самых главных и успешных франшиз Ubisoft, поэтому и ажиотажа вокруг выхода новой части очень много. Действие Far Cry 6 происходит на вымышленном Карибском острове Яр, где власть захватил Диктатор. Разработчики уже пообещали игре самый большой и открытый мир в истории серии. Игроку будет доступна огромная карта с городом Эсперанс и его окрестностями. Главным героем игры станет боец сопротивления Дани Рохас, который будет бороться с режимом Кастилью вместе с другими мятежниками. Получится ли у главного героя свергнуть Диктатора и спасти страну от полного погружения в хаос, мы узнаем только в следующем году. Помимо Far Cry 6, компания Ubisoft перенесла и выход новой игры по вселенной Аватара. Компания официально заявила, что выход новой игры ориентировочно приходится на 2023 год. Перенос игры напрямую связан с переносом выхода следующего фильма франшизы. Ubisoft не собирается отправлять игру в продажу раньше, чем стартует фильм Аватар 2. Подробностей о проекте пока что немного. Единственное, что пока что увидели фанаты серии, это видеоролик с комментариями разработчиков и режиссера о грядущей игре. Думали, что на этом новости про Ubisoft закончились? А нет, друзья мои. На прошлой неделе компания выпустила долгожданную игру Watch Dogs Legend. На этот раз игроку предстоит погрузиться в футуристичный мир Лондона. Город в новой части воссоздан до мельчайших деталей. Широкие лондонские проспекты и площади, атмосферные переулки, переполненные ночные клубы и бары. Действие Легиона начинается с масштабного теракта в центре города. Заговор превращает Лондон недалекого будущего в оккупированную частной компанией крепость. Город превратился в арену для разборок. Несколько группировок без остановки грызутся на улицах города. Этот конфликт затянет свою пучину не только главного героя, но и весь город. На самом деле Легион вызывает куда больше позитивных эмоций, чем можно было предположить на этапе промо-компании. В игровой локации приятно находиться, так как вокруг постоянно что-то происходит. С любыми персонажами можно взаимодействовать и использовать их в своих личных целях. Атмосфера футуристичного Лондона отлично вписывается в концепцию киберпанк-экшена. Игроку предстоит раскрыть преступный синдикат, победить IT-корпорацию и заново собрать союзников. Легион определенно понравится тем, кто любит игры с открытым миром, а также фанатам киберпанка и футуристики. Компания Wargaming совместно с Супердата провели исследование российского игрового рынка в 2020 году и составили рейтинг самых продаваемых игр. Важно отметить, что рейтинг составлен не по числу проданных копий, а по прибыли с продаж за первое полугодие 2020. На первом месте по итогам полугодия третья часть Borderlands. Играть действительно удалась. Харизматичные герои этой игры не дадут вам заскучать во время ее прохождения. Простенький, но зрелищный шутер с характерной графикой 2009 года порадует фанатов серии и даже тех, кто раньше не играл в Borderlands. На второй строчке новая часть Doom, ставшая продолжением культовой серии. Замыкает тройку лидеров играет Rockstar Red Dead Redemption 2. Самой прибыльной игрой для консолей стал симулятор футбольных матчей FIFA 20. Капитан Шепард собирает экипаж Нормандии. Что же это? Просто посиделки в честь дня N7 или что-то большее? 7 ноября пиавары проведут прямой эфир. Об этом сообщил любимец фанатов Марк Мир, актер, подаривший свой голос командеру Шепарду. В мероприятии примут участие и другие актеры, которые участвовали в создании трилогии Mass Effect. Скорее всего, именно во время трансляции и состоится анонс о новом проекте. А будет ли это ремастер первой части или совершенно новая игра, узнаем уже 7 ноября. На этом новости закончились. Если выпуск тебе понравился, то ставь лайк, пиши комментарий, можешь подписаться на меня в инстаграме. Ну и до следующей недели. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!